Я начал запись. Добрый день, Наталья Полознова. Я вас представляю для всех. Потому что кто-то, может быть, забыл, что мы месяц в месяц где-то с вами разговаривали. Месяц прошел или меньше или больше. Да, наверное, где-то месяц. Да, приветствую и вас, Хосай Магомедович. Вы расскажите, чем вы занимаетесь. Особенно это важно будет для новичков, которые первый раз видят на нашем канале. И поэтому скажите, чем вы занимаетесь и о чем мы говорили в прошлый раз и почему мы встретились сегодня тоже. Я преподаватель русского языка. Я кандидат филологических наук. Занимаюсь с детьми. Помогаю подтянуть школьную программу, подготовлю к ОГЭ, к ЕГЭ. И у меня есть еще школьные классы в этом году. И в прошлый раз мы разговаривали о моих наблюдениях за детьми, когда мы на занятиях применяем ключ. Говорили немного о языке, просто о том, что письмо очень важно, про то, что повторяемые движения снимают напряжение. И вот 33 буквы и ограниченное количество букв. Это тоже, когда мы пишем, и есть повторяемые движения. Ну вот примерно об этом говорили. То есть в основном о моем применении ключа и наблюдениями за детьми. И вот еще договорились встретиться, потому что метод многогранный и вот эти наблюдения все прибывают и прибывают. И поэтому сейчас и другие учителя подключаются и опыт свой проявляют, как-то рассказывают о своих результатах. Ну, я думаю, вообще уже пора дружить учителям, которые применяют ключ. Всем подружить. Конечно. Поэтому... Мы еще говорили о безупреждении. Да, ну, я сейчас затрону свои наблюдения. Может быть, там и будет что-то. Я просто... Такого у меня еще нет, чтобы дети мои что-то там вот изобрели. Я слушала... Вот вы с логопедом делали ролик с Еленой Гусаровой. Там уже, да, есть изобретение. Но у меня тоже есть кое-какие наблюдения. Возможно, мы придем и к этому. Давайте с интересом послушаем. Да. Я записала несколько пунктов. Просто пройдусь. Знаете, хотела бы начать вообще в целом. Зачем? В целом о том сказать, почему нам всем нужен ключ. Вот вы спросили, чем я занимаюсь. И вообще месяц мы вот не встречались. Я была в деревне. И знаете, такое наблюдение. Что-то я делала в огороде. А напротив нашего дома, знаете, два мальчишки встали. Один вот где-то напротив нас, а другой, по-моему, даже в конце улицы. И меня привлек, знаете, крик. Они друг с другом общались вот через эту улицу, кричали. И вот этот, который мальчишка напротив нас, как-то вот... Почему-то он то ли доказывал что-то. В общем, кричал, кричал так истошно. И я думаю, сейчас парень-то придет домой. Вот это вот все выплеснув, придет домой. И какой же он будет спокойный. Поест там, отдохнет. И тут мне пришла в голову мысль, что... А если бы это были взрослые, допустим, мужчины или там женщины, это было бы ведь странно кричать там на расстоянии. И, как говорится, в очередь то ли блюстители правопорядка, то ли санитары. То есть что происходит с людьми, почему они кричат вот так вот. То есть потом я стала думать о том, что у нас вот у взрослых ведь не так много сфер, где мы можем выплеснуть какую-то энергию спонтанно. Чтобы мы вот работаем или там общаемся, мы зажаты все время эмоционально, физически. И вот дети-то они выбегают потом во двор, гуляют. Им как будто, знаете, можно больше, чем нам, взрослым. И вот такая вот меня мысль посетила, что нам настолько нужен ключ, потому что мы все время в каких-то рамках. И мы не можем себе позволить спонтанно там закричать или с кем-то пообщаться. Мы не по этому агрессию, конечно. Да, вот от этой зажатости, естественно, аутоагрессия или наоборот на другого, этот уровень агрессии, ну мы все это замечаем. И я даже, знаете, стала, ну вот мы же взрослые, видим, допустим, дети играют, визжат, и не всегда нам это нравится. А я наоборот, когда вот я в школе даже иду, и дети на переменке визжат, знаете, я думаю, ну вот пространство здоровья. Да. Потому что они разгружаются, конечно, конечно. Энергия, детей много, и они разгружаются вот так. Разгружаются? Я тоже разгружаюсь, только я занимаюсь любимым делом. Когда нет любимого дела, и когда я не могу. Вот у меня краски кончились. Я никак не могу. Вот я, вот хочется выплеснуть энергию. Я привык выплескивать в творческом процессе. А вот представлю себе человека, который лишен любимого дела. Любимое дело снимает лишнее напряжение, потому что он там или рисует, или поет, или что-то изобретает. Вот это очень важный момент. Там у него синхронизация получается, все действия синхронны к текущему состоянию. И поэтому мозг освобождается от накопившихся эмоций. И он начинает мыслить позитивно и так далее. А вот если его лишить вот этого всего, что по существу, в тюрьме, например, получается, его же ограничивают, говорят, ограничили свободу. В чем? В чем свободу ограничивают? Именно во всем получается. Самое главное, не позволяется делать то, что ему нравится. Потому что вот делать то, что хочется человеку, ну, в рамках разумного. Разумного. Если запретить человека, это у нас было на карантине, например, когда семья должна была сидеть и никуда не выходить на улицу, был же период коронавируса. А потом, вообще, если лишить человека возможности вот этого выплескивания энергии, вот вы этот вопрос важный затронули сейчас. Ну, дети-то понятно, но все понимают, что это дети. А вы сказали о взрослых. Вот это важный вопрос. Вот лично вы, как вы пускаете? Вот. Я, например, вчера, так получилось, что совпала моя потребность, захожу в контакт, а моя знакомая, психолог, собирает женщин. И мы вот ездили, сначала мы общались, как вот себя любить, как уделять себе внимание. А потом мы в баню пошли, и мы кричали. Оказывается, есть такая практика, вот, голосение. И вы знаете, мы там так здорово накричались, и нам позволяли вообще кричать все. И, в общем, ну, нами управляла наша психолог Анна. И вот, например, я нашла такой способ. Потом ключ. Просто именно ключ можно дома применять, какие-то движения делать. Я там свои придумываю. А что касается вот таких вот голосовых, все-таки и дома не покричишь, потому что, ну, соседи, и даже на улице даже, нужно предотвратить. У нас есть, включая приемы. У нас есть приемы, выговаривания, выговаривания, автовыговаривания, все, что в голову приходит, особенно люди, которые, может быть, в панике, в тревоге, в депрессии. Если они начинают выговаривать, например, вот мне как плохо, вот что же теперь делать, как мне себя жалко, ну, как обычно бывает, да? За что же мне такое наказание? Ну, к примеру, если он выговаривает, 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 и если между словами нет времени, пространства, если речь у него специально непрерывная, по методике нашей, то он быстро выговаривается, и у него получается, что он успокоился, освободился. То же самое автописьмо, когда он выписывает, выписывает, выписывает автописьмо. То есть автопроцессы, которые организм поддиктовывает сам, помогают снять лишнее напряжение, чтобы человек на этом не зацикливался, чтобы освобождать свою нервную систему от этих впечатлений негативных, быстро выходить на нормальное творческое состояние. Так что голосение, голосение, это один из вариантов, который народ поддумал. Голосение, и вообще эти хороводы, песни, это же все, все связано с природой, организмом. Да, вы знаете, вот вы спросили, как я снимаю стресс, ну вот тоже, и выговариванием. Если раньше это прям, вот хотелось что-то говорить, и я думаю, ну вот я одна сама с собой, чего я, а теперь я осознанно могу это делать. Если действительно говорить сложно, подобрать слова, то я там пою или какую-то абракадабру говорю, то есть я уже это делаю осознанно, как инструмент. Вот за что тоже вам спасибо, я думаю, и от меня, и те, кто применяют, это вот все тоже ключ. очень важно вот какой момент, что если нечего сказать, и вот вы говорите, говорите, и не знаете, что еще сказать, говорите раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, да. Это очень интересная методика. Да, она, и знаете, раньше по радио была такая передача, я вот не помню, как она называлась по радио России, и там автор, она задает вопрос, как вы думаете, почему люди поют вот всем своим героям, у кого брала интервью, а я сейчас понимаю, вот это пение в душе, есть такие шутки, да, вот хорошо ли ты поешь, но вот только в душе, вот, но ведь на самом деле люди-то поют, как раз, тоже снимая, да, вот этот стресс, и еще тоже такой, знаете, момент хочу сказать, когда я работала в УЗИ, мы со студентами собирали материал, ну вот записывали они бабушек, потом мы делали из этого текста, у нас появилась книжка, и меня тогда удивила, бабушка вот одной девочки, рассказывала, что целину поднимали, там, в общем, очень трудно, тяжело работали днем, но говорит, мы настолько радостно потом ехали с работы, пели, а потом еще и на танцы шли, я тогда удивилась, сколько энергии, и все, а на самом деле, ведь люди, у них было вот это пространство, где попеть, где потом сбросить вот это напряжение, потому что работали, я все-таки так, мы понимаем, что все, ручной труд был, и так далее, и у людей, видимо, завтра они понимали, что они идут на работу, но потом они поедут и будут петь, а потом еще какие-то расслабляющие моменты, танцы, общение, и вот таким образом психика, наверное, тоже себя защищала от этой тяжелой работы, потому что целина, конечно, 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 а у нас такого нет, то есть у нас, знаете, даже как у нас завод есть, ну, несколько заводов, и раньше люди на трамвае, значит, садились и ехали, вот, и я вот так подумала сейчас, что, ну, могли бы, например, петь в трамвае, ну, не было же этого, а сейчас вообще все на машинах разъезжаются с работы, смотрите, все вписано это или не вписано в культуру, если это вписано в культуру, вот есть такие страны, ну, Куба, например, или еще где-то, я слышал, люди бедные, допустим, да, но они здоровые, почему? Потому что они все время пляшут, поют, поэтому, да, на движение сбрасывают, точно. Так а сколько танцев, сколько джаз, танцев сколько, это же все из народных вот этих вот, вышло, ну, слоев населения, да, и стало потом прямо танцами до каких-то соревновательных даже уровней и так далее. Конечно, все это от природы идет, понятно, то есть от, от простоты и становится потом каким-то уровнем, может быть, и так далее. Поэтому, ну, я вот хотела вот эту мысль сказать все-таки, что нам нужно самим, да, придумывать какие-то пространства для сбрасывания этого напряжения, потому что иногда хочется, ну, допустим, если прямо кричать, а ты не можешь, и вот нужно как-то все-таки себя куда-то помещать, я не знаю. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот вы заметили, сами заметили сейчас, что раньше вы себе не позволяли, например, ну, выговариваться или побучать там, или еще что-то. Потом, когда вы осознали, что, а почему нет, и стали вот немножко так делать, легче стало, вот вы об этом сказали в первой части. Я думаю, что многие люди, которые на самом деле находятся в силках, невозможности как-то снять напряжение, теперь нас послушают и поймут. А почему бы и нет? Ну, одна, допустим, в квартире. Ну, как вот бабушки бурчат, на внуков своих или внучат, сандалики не туда поставил, вот веник отнеси туда, вот опять ты там не покушал. Они же ворчат. Вот это ворчание на самом деле, выговаривание на самом деле, на самом деле. Это не просто так. Это на самом деле, природа помогает им, снимает ищи напряжение. Так что, а почему бы не поворчать? Я иногда сам делаю это. Вот я один, когда нахожусь, и у меня, когда очень сильное напряжение, чтобы его сбросить, я хожу по комнате туда-сюда, вот пытаюсь о чем-то думать, а допустим, думать не получается. Я немножко поворчу, да что же такое, ну, когда это кончится. Сам собой. А вот я вам скажу, я же это делаю осознанно, как упражнение, как упражнение. И поэтому это мне помогает, и я всегда знаю, если меня вот так пропечет, я так 2-3-5 минут поделаю, и потом сяду и спокойно работаю. И ничего тут такого страшного нет. Просто люди об этих вещах простых не знают. да, да, вот я и хотела донести мысль, что разрешай, у нас это, у нас и так это, ну, не отобрали, да, просто сама культура получилась, вот мы едем, мы зажаты, мы на работе, даже дома, что нам нужно позволять, в этом ничего такого нет. И знаете, сейчас вот есть такие понятия, типа токсичный человек, если, вы знаете, бабушка, она на тебя сбрасывает, вот это напряжение, ну, это вот то самое токсичное, это другому человеку неприятно, и вот, знаете, вот эта энергия... Она разгружается, а вас загружает. Ну, конечно. Да, а вот когда ты осознанно вортишь, и понимаешь, а, бабушка сейчас просто разгружается, ко мне это не имеет никакого отношения, это получается экологично и для окружающих, и для бабушки. То есть я хотела бы заострить, вот именно еще на этой мысли, если мы это делаем осознанно, то мы не вредим другим и помогаем себе, а то мы действительно иногда ворчим или там срываемся, и мы не понимаем, что можно сделать это как технику, и тогда всем будет хорошо, и все поймут, что ты сейчас... Например, в коллективе. Можно в коллективе договориться, ну, бывают такие коллективы в замкнутом пространстве, которые, ну, бывает, что вспыхнут, влюбляются, договориться, а давай специально поговоримся. Ну, когда все понимают, зачем, то потом извиняться не надо, а то, получается, ты пар выпустил, а потом два дня ходишь, извиняешься, и опять тупик. Вот поэтому, если люди нормальные, культурные, можно всегда договориться, ну, давай поговорим, что-то такого. Потому что есть даже пословица, милые ругаются, только тишатся. А почему иногда, знаете, муж и жена, когда ругаются, они же знают, что ругаться не надо, а все равно, ругаются, 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 доводятся до белого коленя, пару выпустили, а потом уже обнимаются. То есть, вот, это природный механизм. Да, и это получается, как такая игра, и люди друг друга не травмируют, и сами себя исцеляют. Я вот просто говорю, что так задумалась, а ведь действительно, у нас дети, дети, вот они бегают, визжат, нам иногда не нравится, а это и есть пространство здоровья, им все можно, а нам как будто бы, много чего нельзя. Ну, подождите, ну, тогда мы должны либо игру вот эту вот затеять, либо где-то пойти и оторваться, и, в общем, осознанно, да, то есть, осознанно делать какие-то вещи. А потому, как нам запрещали, и морально как-то, как бы, неудобно, поэтому мужики иногда пьют. Да. Пьются, ему потом похит, море поколения. Еще, Еще, знаете, это же хороший способ, для тех, которые выпивают, перестать пить. Да, чтобы не заменять. Пополим. Я просто еще, знаете, вспомнила такой момент, давно-давно нам знакомый рассказывал, шел, говорит, я по улице, и мне, говорит, так было хорошо, я иду, улыбаюсь, ну, вот прям рот до ушей. И, представляете, останавливается тогда еще милицейский, значит, ну, там, бобик, машина, ну, и к нему, в чем дело. Ну, в общем, разобрались, что человек просто ни под чем, не выпил. Ну, просто. И я такая думаю, знаете, вот едет машина, допустим, милицейская, идет грустный человек, расстроенный, да, и они такие, все хорошо, все в порядке. А идет человек радостный, веселый, так, тут что-то не в порядке, понимаете, с ног на голову у нас. То есть, когда мы видим всех грустных, все, ну, подавленные, о, все хорошо, все нормально. А когда кто-то веселый, уже мысли, ага, а что ты принял, или еще что-то. То есть, ну, все в обществе получается с ног на голову, ведь это же неправильно. Мы с вами сейчас интересным, полезным делом занимаемся. Мы объясняем людям, что есть природные механизмы, которые можно использовать совершенно свободно. И они помогают нам освободиться от личного стресса. Это очень важно, потому что очень много людей просто этого не знают. Да, и вот Елена тоже говорила, Елена Гусарова, что стала замечать за детьми, как она, как они сбрасывают напряжение. Да, я вот тоже хочу сказать, за собой надо наблюдать и понимать, что это действительно природа. Вот то, как вы говорите, что каждый должен понимать, и хочется немножко в какой-то внести в этом, в это, ну, ясность, допущение, что люди, ну, вот есть ключ, есть метод, который дает инструменты, и вот можно этот стресс снимать, и знаете, станет больше, может быть, счастливых, спокойных людей, и всем нам будет от этого хорошо, потому что мы же раним друг друга этим напряжением, этой злостью, а так мы экологично будем существовать. Конечно, вот это как раз и есть экология. Конечно, договорились с друзьями, а вот знаете, вот все методики, которые существуют в мире, та же самая смехотерапия, та же самая там танцевальная терапия, та же самая там музыкальная терапия, они же как раз рождены из природы организма человека, из устройства его мозга. Да. Специально люди смеются, 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 заводятся в группах, или там какая-то другая техника, все же вот оттуда, о чем мы сейчас поговорим с вами, из этого механизма происходит. Да. А вот когда филологических навыков, вы, наверное, знаете, Бахтин, Бахтин, у него же были такие... о народной смеховой культуре. Да. А Блок писал, что в поэзии «Заговоры и заклинания», что из хоровода, из хоровода можно было даже вынести рецепт приготовления вишневого варенья. Блок. А он и обращал внимание на эти вещи. Толстой Олег Николаевич тоже обращал внимание на эти вещи. Что когда там Ваня Карениной косил лук в льве, то в какие-то моменты он становился счастливым. То есть я-то понимаю уже как чехофизиолог, что когда его движения попадали в ритм с его состоянием, снимался стресс, и он чувствовал себя счастливым. Вот как интересно. Вот наши большие писатели, поэты, художники, они замечали эти вещи за людьми, за природой. Мы средний человек, как таковый, стеснен в этих обстоятельствах. Ногой не качай на уроке, сиди прямо, и он встает. Поэтому они после урока бегут и визжат, как вы говорите, там уравесят, потому что энергию выравнивают каким-то образом сами дети. А я вам больше скажу, если довести человека до пограничного состояния от напряжения, вот я этот пример как-то приводил в одном из роликов на ютубе. Идет человек по улице, сам с собой разговаривает, ногой притоптывает, и еще рукой вот так делает, ну видно, что он сумасшедший. А вот если бы он так не делал, он бы точно мог бы сумасшедшим. То есть его организм до такой степени был напряжен, что заставил его вот так идти и так делать. Сам с собой разговаривал, ногой топал, еще что-то там высказывался, и таким образом он себя сохранил. Я не предлагаю, чтобы люди так на улице делали. Боже упаси, я говорю о механизме. Они могут это дома у себя так делать, как упражнение. То есть получается, мы же стесняемся это делать при других, а это настолько порог напряжения, что он уже и не стеснялся это делать при других, потому что иначе это было бы ему уже значение. Конечно, конечно. Это его сохранило. Да, я... Тесты тоже качаются вот так вот. Много детей, даже лев, который в крыте сидит, ходит туда-сюда, лев ходит туда-сюда, потому что он снимает повторяемое движение, напряжение. Ну а конечно. Это природа. Я еще, знаете, хотела сказать, что назвала вот этот вот момент, когда ты должен... Никак, никто не должен, понятно, а вот я для себя. Когда ты следишь, вот сейчас ты снял какое-то напряжение, и ты пошел там к людям или на работу, я это назвала для себя синхро-гигиеной. То есть мы должны, мне кажется, понимать, вот как мы там зубы чистим или еще что-то. То есть мы приятно выходим в общество и должны там как-то выглядеть, а быть одетыми. Но почему мы синхро вот эту вот гигиену не делаем? Почему мы можем быть там красивыми, но взорваться там от малейшего какого-то слова? Ведь это одно... Звенья же одной цепи. Вы правильно говорите. И хорошее название для направления синхро-гигиена. Молодец. Спасибо. Вы хорошее название сказали. У нас все вокруг синхрометода, вокруг синхрогимнастики при подборе действий соответствующих текущему состоянию индивидуальному для домашнего применения. И синхро-гигиена это нормально. Кому-то вам понравится. Да, я вот хотела вам сказать, тоже поделиться. Я стала про себя думать. Вот сейчас я навела вот эту синхро-гигиену или нет? То есть, насколько я... Какой я выхожу к людям, в семье? Честно скажу, то есть, это сидит сейчас в моей голове, но иногда я... То есть, не на высоте, это понятно. Но если это приучать, мы же детей приучаем к гигиене, там, что-то собирать. Ну, я думаю, со временем это уже должно больше и больше под контроль браться. люди... соногенные, которые связаны как-то с душевным состоянием и физическим мышлением. Соногенные. Вот вы сейчас говорите именно об этом. О том, чтобы к соногенному мышлению добавить синхронизирующую гигиену. Вот вы сейчас состыковываете вот эти два близких направления. Только там говорится только о мышлении, а вы теперь соединяете еще и телесную практику к этому. Да, ну, а понимаете, если оно будет друг в друга перетекать, то есть, если ты сам вот эту синхронизирующую гигиену навел, ты вошел в какое-то более-менее гармонизирующее состояние, то ты уже и не будешь думать, ну, то есть, соногенное мышление, оно и запустится, ведь у нас очень много... Это одно и то же, это одно и то же, просто там акцент больше на мышлении. А вы говорите о более целостном подходе. Да, о более целостном, потому что очень многие вещи идут от тела. Если ты телом сбросил напряжение, у тебя... Вы же много говорите об этом в роликах, и вдруг пришло решение, или ты как-то иначе посмотрел на эту ситуацию, оно из тела пошло мышление в наше. И вот... А потом мышление, оно поможет к чему, например, а сегодня я навел синхрогигиену и пошел телом работать. То есть, оно вот... Очень хорошо. Я думаю, очень полезно мы поговорили сегодня. Спасибо. еще хотела последнее или можно оставить потом... Скажи, скажи. Очень интересно. Ну, у меня еще два момента, но я думаю, может быть, только один скажу. Значит, про детей. Вот я послушала Владимира Серебрякова, вот Елену, ну, не до конца, но основную мысль я прослушала. и я хочу добавить свое. То есть, почему я говорю, что нам уже надо дружить, взаимодополняться. Я, например, у меня на этой неделе, вот, которая с сентября, с начала сентября, было, вот, из четыре ребенка в классе, и было их то два, то три, то вот. И я давала, то есть, во время уроков мы делали вот эту синхрогимнастику. Я им потихонечку говорю, что можно стресс так снимать, что вот мы сейчас отдыхаем. Давайте, не просто переменка, а вы делайте то, что требует ваше тело. И знаете, я смотрю, кто-то подтягивается, девочка у меня, смотрю, она прям танцует. И я уже вижу, и характер в этом проявляется. Она такая позитивная, веселая. Я смотрю, вот она как девочка стала танцевать, мальчик подтягивается. А я поняла, что уже я не могу без этого задания, потому что, например, смотрите тоже, как получается, типа игры. Дети делают вид, что сейчас вот они хотят прям вот учиться. То есть, сидеть вот за партой и нас слушать. А если бы дать им свободу, они бы совсем этого не делали. И то есть, они как будто обманывают нас. Ну, условно, да, я хочу, чтобы меня правильно поняли. Это как нужно. Да. И вот, когда я прошу их уже делать то, что они хотят, и вот тут я вижу их, и что надо им. То есть, уже вот эту некую ложь, я ее, вот я уже не могу без этого упражнения, мне нужно увидеть, чего же они на самом деле хотят, и тоже подстроиться, и перестроить как-то, может быть, свое с ними общение. Понимаете? То есть, уже я даже нуждаюсь в том, чтобы посмотреть на них, как, что они делают по-честному. И даже, знаете, вот такой момент, мальчик один, он лег у нас там диванчик, я говорю, прям полежать хочешь, да, а на следующий день он не пришел, он заболел. И я думаю, ну, опять же, это надо наблюдать массово, чтобы делать какие-то выводы. Я думаю, а может быть, уже тело чувствовало, что он заболевает. То есть, возможно, я точно не знаю, в следующий раз я спрошу, есть ли какие-то признаки, потому что ребенок уже заболевает, и не мог это сказать, а может быть, даже и не чувствовал. А тело уже хотело полежать. Вот понимаете, настолько уже для меня, как для педагога, мне уже нужны эти, как обратная связь, что происходит с детьми. Поэтому, вот, такой момент я хотела отметить. Вы чудесные вещи говорите, потому что педагог, который наблюдает за собой и за детьми, и понимает уже, как подсказать им, как им снять лишнее напряжение, как восстановить гармонию, он уже руководит психологическим климатом в классе. От этого же и обучаемость растет. Конечно, он снял явно мощные зажимы, ребенок, потом свободно учится с интересом. И вы с ним находите легче контакт. Тут появляется доверие между учителем и учениками. Уважение появляется. Вот все то, чем мы учили Макаренко, Сухомлинский, все, о чем они говорили, вот здесь как раз-таки практически реализовывается. Спасибо вам большое. Ну, давайте еще один пункт, который вы хотели. Ну, скажите. Ну, интересно говорить. Ну, такой пункт, это связано с моим, с моим применением ключа. Я сейчас простите, окно закрыло, просто немножко дует. Как я однажды делала ключ, и вот вы сейчас говорили, кстати, про животных как-то давно, а сейчас я пересмотрела, есть такой фильм, называется «Темпл Грандин». Это основано на реальных событиях. Женщина с аутизмом, она написала книгу, и вот сняли фильм. И там она наблюдала, как коровы ходят по кругу, это их успокаивает. И когда вот погонщики начинали нарушать вот это движение, они начинали волноваться, и получался хаос. И вот тоже они вот так по кругу, и там есть санобработка вот этих коров, там прививки, и она сделала такой по кругу, ну, вольер такой, и вот они спокойно шли по кругу, потом вот санобработка, прыгали в воду. То есть она применила вот это вот как... И знаете, ну да, природные вот эти механизмы и боролась с погонщиками, с ковбоями, с этими, чтобы они соблюдали, уважали, как говорится, законы природы. И экономически это тоже было выгодно, то есть не было потерь, ни времени, ни самих коров. Ну, интересный фильм. Так вот, она сама подсмотрела, погонщики, когда делают прививки, они вот так вот загоняют в такой вольер коров и прижимают бока, и коровы так успокаивались. И она изобрела такую себе обнимальную машину, когда она волновалась, а понимаете, аутизм, это же все равно своеобразные реакции, своеобразное восприятие мира. Она не любила обниматься, и вот ей нужно было успокоиться. Она, значит, дергала так за веревочку, и обнимальная машина, это такие какие-то деревянные, в общем, большие такие деревяшки, в общем, и сверху из боков ее прижимали, и она реально успокаивалась. Вот. Такой эффект объятий. И я так вот подумала, когда однажды я делала упражнение ключа, а у меня какой-то, почему-то я была в деревне, и что-то все равно у меня какое-то было волнение какая-то, почти как депрессия, что-то такое. Не очень хорошее было настроение. И я, когда выполняла, думаю, я представила, что вот это упражнение, оно меня все-все обнимает. То есть не изнутри вот я его делаю, а еще и снаружи, как будто в него в плед так вот укрываюсь. Знаете, мне так понравилось, у меня настолько ушло... Ну, погружаться внутрь упражнений, внутрь того, что ты делаешь, и обнимать, как будто тебя это обволакивает и обнимает. И ты, я вдруг, знаете, забылась обо всем, я как будто внутри, но я что-то делаю, даже сейчас не помню, хлест руками я делала, я даже не помню, какое-то упражнение в общем я делала, и как будто это все-все меня обняло и снаружи. И вот, знаете, так хорошо было, и у меня настроение уже ничто не могло испортить в тот день, это даже неконтролируемый был момент, то есть это даже не искусственно, то есть я не искусственно себя на позитив, а произошло какое-то вот, ну вот, сами не знаю, как это даже объяснить, но очень хорошо. Иногда у меня не получалось, то есть не могла я уже так сделать, то ли не было такого огромного напряжения в тот момент, то ли еще что-то, это же, видите, подбор в зависимости от состояния. Да, с огромным состоянием, подбирается. В тот момент, ну я стараюсь сейчас, когда я делаю упражнения, быть внутри него полностью, ну и снаружи тоже что-то делать, и прям стремлюсь к этому вот обволакивающему моменту, чтобы вот я как будто внутри и мне там хорошо. Вы знаете, что вы сейчас сказали, если говорить другими словами? Вы сказали, чем больше доверия к себе, к своей природе, чем больше мы наблюдаем, что нам хочется делать в моменты, когда нам трудно, этим самым, и когда мы знаем из опыта других людей инструменты, какие есть, и мы можем подбирать себе то, что нам подходит в данный текущий момент, синхронные действия, и вы создали сейчас и одно упражнение, и другое упражнение, вот это доверие к себе, слышать себя, вот по существу мы с вами сейчас об этом говорим, о доверии человека к своей собственной природе. Вот это очень важный момент. Потому что, когда вы примеры провели, это стало понятнее. А когда просто сказать, слушай себя, доверяй себя, люби себя, ну не совсем там все понятно. А здесь уже по примерам понятно. Я вам очень благодарен. Кстати, в каком городе вы живете? Где вы живете? Что у вас время до года? Это Алтайский край, город Бийск. Четыре часа у нас разница с Москвой. Видите, у нас же от там от чего, от Камчатки, от Владивостока идет время и Москва просыпается. Так вот, мы вот где-то середине. Это у нас Сибирь. Я понял. А погоды какие у вас сейчас? Вчера и сегодня дождь. А позавчера был очень теплый день, а вот два дня уже у нас дожди, дождливая, прохладная погода. Я даже вот окно прикрыла, немножечко стало прохладно. Ну все, у нас осень, наверное, может быть, еще потом подарит нам погоду, хорошую осень. А так уже вот осенняя такая дождливая. Ну и многим надо будет ушки разминать и помнить, что в горячей ручке, в горячей воде ручки иногда мыть надо, чтобы снять лишнее напряжение и делать вот такие упражнения, о которых мы говорили, чтобы венозный ток налаживать, чтобы шею освобождать от напряжения. Ну это дополнительные компоненты, мы там много роликов текут на YouTube-канале. Спасибо вам большое. От всей души, честное слово, так сегодня было интересно и полезно, и я от вас кое-чему научился сегодня. И поэтому я смог сформулировать доверие к своей проходе, которому надо вообще-то со школы учить. Надо учить детей, чтобы они прислушивались иногда к себе. Что им хочется сделать? Может кому-то потанцевать хочется перед экзаменом, а он стесняется, он не знает, ну дома потанцуй хотя бы. Я имею в виду, что вот эти подходы, как вы сказали, синхро-гигиен. Да, синхро-гигиен. Очень хорошо. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Хосай Магомед, все же это толчок дал, ваш метод. Я говорю, что он еще не до конца опознан, и очень-очень много еще впереди будет и открытий, и помощи людям. вам спасибо. Спасибо вам. До свидания. До следующей встречи. Хорошо. Я надеюсь, что в следующий раз вы еще пункты какие-то раскроете. Хорошо. Спасибо вам. До свидания. Да, я сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова